В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В областной прокуратуре обсуждался вопрос о состоянии законности при назначении проверок. По какой причине штрафуют предпринимателей, узнавал Николай Кровец. Секретарь городского маслехата Кабдагали Успанов отчитался о работе за 2013 год. Как пробраться к третьей поликлинике на Юго-Востоке? В Карагандинской области за нарушение благоустроенных территорий в 2013 году к ответственности привлечено 75 тысяч человек. Сумма штрафов составила 187 миллионов тенге. Такие цифры озвучил глава региона Бауржан Абдишев в ходе отчетной встречи с населением. К сожалению, имеются факты, прямо скажем, вандального отношения людей к тому, что было устроено для их же комфорта. В целях борьбы с таким пренебрежительным отношением в прошедшем году приняты областные правила благоустройства территорий, а также содержание и защиты зеленых насаждений. За их исполнением следят органы внутренних дел. Бауржан Абдишев отметил, что деятельность органов правопорядка должна быть эффективной и планомерной. Около миллиарда тенге было выделено в отчетном периоде для улучшения условий работы органов внутренних дел, укрепления материально-технической базы. В регионе дополнительно установлено 210 камер видеонаблюдений. На сегодняшний день в области общей сложности действуют 578 видеокамер, которые позволяют выявлять преступления и административные правонарушения. На текущий год запланировано открытие Центра оперативного управления в Тимиртау. В последующем аналогичные ЦОУ появятся в городах Жасказган, Балхаш, Садпаев, Сарань, Шахтинск, Абай и Каражал. Бения Крик со своим гоп-стопом рядом не стоял с караганинскими ворами. Они умудрились пробраться к сейфу через бетонную крышу здания товарищества с ограниченной ответственностью «Бахус». Подробности далее. Способ не оригинальный, описанный во многих криминальных произведениях, но в Караганде подобное произошло впервые. Пробив бетонную крышу, воры проникли внутрь, взломали сейф принадлежащий ТОО и вытащили деньги. Кража произошла в 4 часа ночи. Полиция устанавливает личность преступников и заодно пытается понять, как им удалось проломить бетонное перекрытие. Всего в истекшем году отказано в регистрации 118 актов о назначении проверок в отношении субъектов частного предпринимательства. В Карагандинской областной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета, где обсуждался вопрос о состоянии законности при назначении проверок, осуществляемых государственными и контролирующими органами Карагандинской области в отношении малого и среднего бизнеса. Итоги прошлого года показали, что не все так хорошо в сфере плановых проверок предпринимателей. Несмотря на заявление президента страны о помощи в развитии малого и среднего бизнеса, предпринимателей проверяют всеверх меры. Почему? Вопрос особый, но понятный. Кроме того, в уголовном исследовании было возбуждено в прошлом году 10 уголовных дел по взятке со стороны должностных государственных органов, которые при проведении проверок помогали деятельность средства уходящих в субъект. Наибольшее количество проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса проведено органами санитарно-эпидемиологического надзора 6730. Список лидеров по проверке субъектов малого и среднего бизнеса продолжают органы по чрезвычайным ситуациям, которыми проведено 2217 проверок, налоговые органы – 2282, органы труда и социальной защиты – 884, органы ветеринарии – 682 проверки. Еще один вопрос возник по ходу проведения Координационного совета. Почему-то на обсуждение государственных проблем пришли не первые руководители организаций, а только их заместители. Тоже своеобразный показатель, как отметил Оскар Секишев, прокурор Карганинской области. Почти в каждом контролирующем органе распространенность получила такое нарушение, как непредъявление субъектам проверки акта о ее назначении. Предпринимателям элементарно не разъясняются права и суть проверки. Разные организации проводят проверки, не согласовывая их между собой. Так ИП ИСКАКов за небольшой промежуток времени подвергся плановым проверкам трех государственных органов. В свою очередь это является определенным барьером для развития бизнеса. Итоги проверки показали, что в большинстве случаев работники СЭС, ЧАЭС допускают нарушение законности именно при назначении проверок. Уже при планировании проверки нам были отменены снательность проверок, свыше 100 проверок, которые нами признаны законными. Сегодня реализуется проект «Электронное планирование», которое будет осуществляться путем предоставления электронных планов в единую автоматизированную систему органов прокуратуры. Он позволит еще на стадии планирования анализировать кратность, периодичность и обоснованность планирования, тем самым обеспечит качество его проведения. Органы прокуратуры за 2013 год были выявлены более 1100 незаконных проверок при назначении, при проведении проверок хозяйственных субъектов. Из них более 337 проверки проведены без акта назначения проверки и его регистрации. По нашим мерам 138 человек, которые у нас на следствии, включены к логичным видам ответственности, из них 15 включены к административным, а они дисциплинатные. Из них 2 человека включены за совершение контрактного правонарушения. Законность, обоснованность, прозрачность, планирование. Этот лозунг четко определяет приоритеты определенной главой государства и поручением, данным им Генеральной прокуратуре, по принятию действенных мер к сокращению проверочных мероприятий и недопущению нарушения законности со стороны государственных органов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бакия Роспанов, 1-й Карагандинский. Для нарушителей закона о языках и рекламе предусмотрены большие штрафы. Так, представители Акимата района имени Казбекби и полицейские борются с нарушителями правил благоустройства города. Николай Кровец с подробностями. Представители администрации района имени Казбекби теперь на рейды выезжают вместе с сотрудниками полиции. Для того, чтобы выявлять нарушители правил благоустройства города. Сегодня под их пристальное внимание попались рекламные вывески различных фирм Караганды, которые оформлены не по закону. Совместно с отделом архитектуры и градостроительства, с отделами полиции на еженедельной основе Акимата района проводят рейды на предмет соответствия правилам благоустройства. Вот этот рекламный штендер принадлежит одной штанамонтажке города, который обязан был оформить информацию на двух языках. За то, что представитель фирмы нарушил требования, теперь он ижемесячно должен вносить в бюджет города по 18 тысяч тенге, пока не исправит ошибку. Вы своему руководителю передайте, потому что в настоящее время вы нарушаете несколько законодательных актов. При этом предусматривается административная ответственность по административному кодексу доходит до половины миллиона тенге. В соответствии со статьей 387 административного кодекса Республики Казахстан за нарушение правил благоустройства города Караганды предусматривается предупреждение, либо штраф до 100 МРП для юридических лиц. Еженедельно в Караганде выявляются и штрафуются как мелкие, так и крупные бизнесмены. Но, видимо, до руководителей организации не доходит, что они нарушают закон о рекламе и языках. Для борьбы с такими компаниями предусмотрены большие административные штрафы. При этом мы пока ездим, выручаем уведомления, предупреждения. Ну, я не знаю, надо обратиться к предпринимателям нашего города, чтобы мы не ездили, не бегали, сами пришли, оформили свои объекты рекламы. Следующий объект, куда отправились представители администрации города и полиции – это автосервис. Они тоже нарушили закон о языках и рекламе. Вовремя не оформили земельный участок и не заплатили налог за землю, где располагается билборд. Еще одно предприятие штрафовано за нарушение правил благоустройства Карагандинской области. На данного предпринимателя наложен административный штраф в размере 40 МРП. На сегодняшний день он составляет 74 тысячи тенге. Кроме того, помощнику директора автосервиса полицейский оформил протокол, а представитель Акимата вручил уведомление. Может быть, после этого предприниматель всерьез задумается о том, что законы нарушать нельзя. Николай Кровецкий, Рат Рашидов, Бахтиар Роспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Главные проблемы и достижения карагандинцев всегда в поле зрения местных депутатов. На выездных и стационарных заседаниях постоянных комиссий городского маслехата в минувшем году было рассмотрено огромное количество вопросов, среди которых качество автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий, реализация госпрограммы и многое другое. Накануне секретарь городского маслехата Кабдагалиус Панов отчитался о проделанной работе за 2013 год. На чуте побывала и наша съемочная группа. В 2013 году были отремонтированы автодороги, о которых в своих наказах неоднократно депутатам говорили карагандинцы. Началась реализация программы капитального ремонта ливневых канализаций. Данной проблеме также долгое время не уделялось должного внимания. Чтобы создать более комфортные условия для горожан, были благоустроены скверы по улице Ипподромная, в микрорайоне имени Мамраева, УДК Нового Майкудука, в 21 микрорайоне площадь перед Сумом и торговым домом «Абсолют». Также были решены другие вопросы по благоустройству и освещению городов, строительству и ремонту учреждений в социальной сфере и жилья, содержание объектов в коммунальной сфере. 23 декабря 2013 года на очередной 30-й сессии городского махата мы утвердили основной финансовый документ нашего города – это бюджет 2014-2016 года. В прошедшем году на личных еженедельных приемах к Абдагалиус Панову обратилось 79 карагандинцев. В основном избиратели волновали вопросы по поводу жилья, благоустройства дворов и ремонта дорог, а также трудоустройства. По 63 обращениям были направлены письма в соответствующие отделы и организации для рассмотрения и предоставления необходимой информации. В целом городскому махата 2013 поступило 812 писем. Из них общая корреспонденция – 488. Обращение физических лиц – 196 и 126 физических лиц. Была подготовлена исходящая корреспонденция – 779 документов, в том числе 45 депутатских запросов. В 2013 году городской Маслихат регулярно информировал карагандинцев о проводимой работе через наш телеканал. В программах «Багыт» и «Репортер», а также ток-шоу «Шахар» депутаты поднимали и обсуждали многие актуальные вопросы. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Бахтиару Спанов, Первый карагандинский. А сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Жители Юго-Востока практически остались без врачебной помощи. К третьей поликлинике невозможно пробиться ни пешим, ни конным способом. Снег завалил все подходы к зданию. Все подробности в следующем сюжете. «Что нам Буран, что нам Пурга и не то видели?» И пробиваются пенсионеры через сугробы к заветному зданию поликлиники номер 3. Кто на прием, кто на процедуры. Только после врачебных процедур их ждет основная процедура – проложить себе дорогу к автобусу. Тут и молодые не всегда доходят, а уж старичкам вовсе иногда не под силу. Потому и ходят парами, в случае чего вытянут друг друга из очередного намета. Жалуются пациенты, но идут, а что делать? Да, наверное, на социально значимые объекты коммунальщикам надо обращать более пристальное внимание. Особенно в непогоду. «Вот уже третий день подряд мы вывозим снег, идет буран, метель. Мы находимся в степи нашей поликлиники, поэтому очень много снега выпадает. Месячные нормы, наверное, за сутки выпадают, поэтому мы не успеваем вывозить снег. Но стараемся, работают наши дворники, и мы привлекли частную компанию для того, чтобы вывозили снег». А как-то не верится, что эту территорию чистили от снега. Техника заработала только что, а зима не хочет уступать свои права. Снег идет потихоньку и вновь ложится на дорожки. Интересно, завтра будет то же, что и вчера, или что-то изменится в пользу посетителей поликлиники номер 3? Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бакия Роспанов, Первый Карагандинский. В Республике Казахстан в рамках программы развития онкологической помощи в стране на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением правительства республики, одним из приоритетных направлений является внедрение в стране вакцинации против папиломовирусной инфекции. С октября месяца 2013 года программа иммунизации проводилась во многих регионах страны. В Республике Казахстан вакцинация против шейки матки проводится с 2013 года. На сегодняшний день Павлодарская, Атрауская области и города Астана и Алматы включены в программу, и в 2014 году они получат нужную для них вакцину. Теперь пришла очередь и Караганды. Сейчас рассматриваются стратегии по осуществлению данного вида медицинской услуги в школах страны. Для девочек в возрасте 11-12 лет вакцина проводится за счет республиканского бюджета, то есть бесплатно. По Карагандинской области планируется охватить вакцинации 6765 девочек. Именно ранее вакцинация является более эффективной, заверили организаторы. Мы не можем сейчас говорить с точностью до каких-то даже процентов, что через 20 лет или через 30 лет мы получим эффективные какие-то данные о том, что будет рак или нет. Только можем основываться на данных мирового опыта, которые показывают, что вакцина работает. И что с момента лицензирования, с момента внедрения в практику, эта вакцина себя зарекомендовала с положительной стороны. Вакцина закупается за счет средств из республиканского бюджета в рамках программы оказания онкологической помощи населению нашей страны. Закуп осуществляется центральным дистрибьютором в Республике Казахстан на основе конкурентных предложений. В поликлиниках вакцина не продается, а только в специализированных привычных кабинетах. Любая женщина, которая желает привиться, может обратиться в платный кабинет за счет личных средств. По словам специалистов, вакцинация будет осуществляться медицинскими работниками поликлиник только после получения письменного информированного согласия на проведение профилактических прививок против вируса папиллома человека. К сожалению, в зависимости от социально-экономического развития каждого региона нашей республики, уровень смертности остается достаточно высоким. Радует то, что из республиканского бюджета выделяются серьезные средства на профилактику и оказание помощи онкологическим больным. Гульнур Жакен, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Почти 215 миллионов тенге в этом году будет выделено на насосные станции, которые пришли в негодность. За счет бюджетных средств они еще никогда не ремонтировались. Акимгородом Ирам Смогулов предложил их взять на контроль. Подробности далее. Акимгородом Ирам Смогулов недоволен работой монополистов. Например, Караганда-энергоцентр несколько раз прекращал работу котлов, хотя один из них был недавно капитально отремонтирован. В прошлом году, когда снял дом, у нас эта проблема вылезла. И потом на конечных, на мелких магистралях у нас пошла заморозка. У директора теплопередающей компании МАДИ Абишева на возникшую проблему нашелся вот такой ответ. Котел номер 3 БКЗ-5, значит, расширенный текущий венок, капитальный ремонт на двух котла, на БКЗ-5 и на водогреваемый котлет, с отроками чистой карлиной энергии. И одна трубина. И по второму из КТС-3, значит, котел номер 1 текущие расширенные ремонты, и котел номер 6 капитальный ремонт, и котел номер 7 БКЗ-5 и на 220 текущие расширенные. Две трубины, как бы прошли капитальные ремонты. Мирам Смоголов поручил своим подчиненным рассмотреть жалобу, поступившую от жителей микрорайона Шахтерский во время встречи с Акимом области. Необходимо отработать схему с проектировщиками. Есть ли возможность продолжить там теплотрассу или нет? Может быть, нет смысла туда теплотрассу тащить, можно поставить котельник. Сейчас очень много всяких современных котельников, которые экологически чистые и с нормальным, более усовершенным оборудованием. Просто по каждому дому должен быть паспорт. В течение двух-трех месяцев вы должны все это пройти. Дефекты в работе отмечены и у монополиста теплотранзит Караганды. Одна утечка горячей воды была в районе сквера на улице Гоголя, а другая на проспекте Шахтера. До конца отопительного сезона директор фирмы Андрей Ляпунов пообещал все контролировать. Мы контролируем их, там небольшие, порядка 2,5 куба в час. Они не мешают, никому не заливают, поэтому до конца отопительного сезона будем их контролировать, там устраним. Тарифная смета на будущий отопительный сезон предусматривает почти 560 миллионов тенге. Из них 500 миллионов идет на установку приборов учета. На ремонт в зданиях и сооружениях выделили 215 миллионов тенге, потому насосные станции, которые уже пришли в негодность, за счет бюджетных средств еще никогда не ремонтировались. Поэтому Аким города предложил взять бесхозные насосные станции и тепловые сети на контроль. Из года в год уже сколько? Десятилетие на эти сети находятся? Непонятно у кого. Бесхозные. Их надо ставить на баланс, их надо передавать. Прямо тоже на этот год посмотрите. Это тоже длительный процесс. Через суд мы должны сначала обременение поставить, сделать бесхозными. На учет поставить. На учет поставить, да. Это длительный процесс. А время уходит. Завтра начнет рваться, потому что... Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова